В ноябре в платежках ямальцев за коммуналку появится новый пункт – капитальный ремонт многоквартирного дома. Законодательная новелла уже работает в большинстве регионов страны. Ямальские депутаты к нововведению подходили осторожно. Закон приняли с оглядкой на опыт соседних регионов. Также учли и многолетние нюансы освоения севера. Ветхое и аварийное жилье в программу включать не стали. Всего в 30-летнем плане на капремонт около 10 тысяч многоквартирных домов. Если раньше при проведении капитального ремонта необходимо было провести собрание с собственником и разово необходимо было сложиться, сброситься с суммой финансовых средств, причем порой довольно-таки крупные финансовые средства, то теперь государство предусмотрело такой некий механизм рассрочки, то есть накопительную систему. Сумма таких накоплений минимальна – 10 рублей 50 копеек на один квадратный метр. Таким образом, к примеру, обладатель двухкомнатной квартиры в 50 квадратных метров в месяц заплатит 525 рублей, в год – 6300 рублей. Эта сумма – лишь незначительный процент от необходимых средств на капремонт. Большую часть заплатит государство из федерального, регионального и муниципального бюджетов. Однако практика показывает – к новому закону собственники относятся с недоверием. Не платил за это и не собираюсь. 40 лет ждать очереди на ремонт. Смех. Пока я ремонта в своей девятиэтажке дождусь, проще свой частный дом построить. Смысл платить? Все равно эти деньги разворуют. Руководство окружного фонда капремонта на такие отзывы реагирует спокойно. Озабоченность людей абсолютно – это правомерное состояние. Люди правильно задают вопросы. Наша задача – копотливо объяснять, разъяснять. Право участвовать в формировании фонда на капитальный ремонт собственникам квадратных метров предоставляет закон. Для этого достаточно открыть специальный счет, куда и будут накапливаться средства. Решение об этом жильцы принимают на общем собрании. Знающие свои права торкосолинцы такой возможности упускать не стали. На сегодняшнем собрании решение наше было таковым, что мы доверили это все новой управляющей компании эти вопросы решить по созданию счета. Мы хотим оперировать этими деньгами, мы хотим сами управлять средствами, чтобы производить текущий капитальный ремонт. И не думать о том, что наши деньги уходят на ремонт других домов. Пока таких инициатив немного. В основном жители выбирают держателем накоплений на капитальный ремонт регионального оператора. Причины разные. Одни решили передать инициативу в надежные руки, другие были недостаточно активны, а кого-то и вовсе отпугнули трудности. И те, и другие в надежности выбора не сомневаются. Эти деньги никуда не будут уходить, то есть на каждый дом эти средства будут на своих счетах лежать. Капитальный ремонт в многоквартирных домах будут проводить поэтапно, на основании техмониторинга. Именно он лег в основу краткосрочного плана капитального ремонта на 2016 год, куда уже вошли более 100 домов. Помимо этого, очередность капремонта определена 30-летней региональной программой до 2045 года. Специалисты подчеркивают, новый закон рассчитан на активных хозяев. Ведь, как известно, под лежачий камень вода не течет. Вот эта неорганизованность, она некая пассивность и боязнь ответственности за последующие действия в отношении своего дома. Продолжение следует...